Где, как и у кого получить оперативную информацию об изменениях погоды и возобновляемых источниках энергии? Ответы на эти вопросы фермеры и работники сельского хозяйства Чедерлунского района получают на консультациях, которые проводит информационный центр «Диалог». Национальное агентство развития села Акса подготовило такой проект для того, чтобы продвигать альтернативные источники энергии, которые являются путем для продвижения и для устойчивого развития как экономики, так и энергетики. Установлен ветряной генератор в селе Авдерма. Это был проект по линии Акса. И также было три проекта тоже в соседнем районе, в Тараклийском районе, где были установлены оборудования для производства пилетов. Небольшие фермерские хозяйства испытывают все большую потребность возобновляемой тепловой энергии и информации о ее использовании. Эта тема для меня, как говорится, актуальна. Надо посмотреть, какие предлагают новые источники топлива. Потому что газ – это дорогое удовольствие в нынешнее время. Альтернативные источники энергии сегодня представляют немалый интерес. Неподъемные цены на газ и электроэнергию сама жизнь заставляет сегодня активнее возобновлять нестандартные источники. Есть у нас немного из-за ветек. Вот с этим. Она топится хорошо. Умерли люди, замерзли зимой. Да, да. Ну прямо замерзли, нашли то, что нечего было топить. Возможность получения оперативной информации о меняющихся погодных условиях особенно заинтересовала пчеловодов. В частности, по погоде – это вопрос у нас очень даже актуальный. От погоды зависит лед, пчел, их работа. Когда мы планируем перевозки в поле, значит, тоже имеет значение. Изобретатель из Гагаузии Николай Константинов создал первую в Молдове ассоциацию энергии ветра, которая в 2008 году была принята во Всемирную ассоциацию энергии ветра. Сейчас экспериментатор занимается разработкой, внедрением и эксплуатацией солнечно-ветровых энергоустановок, а также биогазовых и водородных генераторов. По его словам, с помощью возобновляемых источников энергии можно решить немало проблем без ущерба природе. Человечество сейчас с экономическими выгодами или целями будет собирать весь этот заброшенный мусор и перерабатывать в энергию тепла и электричество. И таким образом будут решаться двоединенные задачи – обеспечение нашего быта теплом и очищение среды обитания человека. Центр «Диалог» и сотрудники Национального агентства по развитию сельских районов проводит по всей стране консультации для фермеров по вопросам возобновляемых источников энергии и своевременному получению оперативной информации о погоде.